Не забивайте просто Harness, забейте Harness Horse, прошу вас, уже у меня в голове там по неляндии полный. Вот это английский! Всем привет, сегодня четверг, а значит пришла пора английского по мультфильмам. Для тех, кому нравился Gravity Falls, надеюсь вам понравится и этот мультфильм. Для тех, кому не нравился Gravity Falls, вот вам небольшая альтернатива. Выбор мультфильма, возможно, покажется вам странным или каким-то скучным или не очень. Хорошим, но дайте ему шанс, потому что английский в этом мультфильме довольно-таки интересный. И сегодня мы в этом убедимся, потому что сегодня мы послушаем такую сказку-легенду из мира маленьких пони. Смотрим мы, кстати, мультик My Little Pony Friendship is Magic. И в этой сказке мы с удивлением обнаружим очень много сложных, но при этом полезных слов. Поэтому напрягайте мозги, отбрасывайте все сомнения и предубеждения. Давайте же смотреть пони. Ну что, давайте смотреть. И сразу скажу, что сегодня наш narrator, то есть повествователь, точнее повествовательница, тут будет женщина, она будет говорить очень членораздельно, очень красиво, таким поставленным голосом. Поэтому с пониманием на слух сегодня проблем особых быть не должно, все очень круто будет размеренно. Поэтому мы сфокусируемся с вами на интересных словах. Итак, давайте смотреть первый отрывок. Once upon a time, in the magical land of Equestria. There were two regal sisters who ruled together and created harmony for all the land. To do this, the eldest used her unicorn powers to raise the sun at dawn. The younger brought out the moon to begin the night. Thus, the two sisters maintain balance for their kingdom and their subjects, all the different types of ponies. Давайте разбираться в этом непростом тексте. Once upon a time, in the magical land of Equestria. Once upon a time, in the magical land of Equestria. Once upon a time. Я думаю, вы очень много раз видели эту фразу. Однажды во времени. Что такое получается? Ну, оно означает давным-давно. О, давным-давно. Так начинают сказки, всякие легенды. Но часто также используют и в бытовой речи. Покажу вам сегодня чуть попозже на примере. Давайте запишем эту фразу. Once upon a time, давным-давно. Да, и вот такую картинку, чтобы вы помнили, что это связано со сказками. И получается, давным-давно, давным-давным-давно. In the magical land of Equestria. В магической волшебной стране Equestria. Ну, в королевстве здесь можно сказать, если мы красиво пытаемся перевести, да. Но в такой волшебной стране Equestria. Equestria – это название, понятно. Переслушаем. Once upon a time, in the magical land of Equestria. There were two regal sisters who ruled together. And created harmony for all the land. То есть, вот это вот. Once upon a time, in the magical land of Equestria. Давным-давно, в этой волшебной стране Equestria. There were two regal sisters who ruled together. And created harmony for all the land. Были, жили-были, как бы получается. Были две regal sisters. Сейчас мы это слово запишем. Regal – королевский, царский. Ну, регалий можно как-то так запомнить. С натяжечкой, может быть, будет ассоциация. Regal. Ну, слово не очень сложное, поэтому главное запомнить. Запомнить его значение. Были две королевские сестры. Ну, то есть, сестры, принадлежавшие королевскому роду какому-то, да. И создавали гармонию для всей земли. Ну, здесь опять повторюсь, land в этом смысле это королевство имеется в виду. Ну, не земля буквально, не почва, а страна, королевство и так далее. И заметьте, называют их who, несмотря на то, что они лошади, пони. Не знаю, может быть, они не пони. В общем, их называют who, потому что это персонажи мультфильма. И когда мы очеловечиваем каких-то животных, в частности, в роли персонажей, мы, конечно, можем про них говорить как про людей. Давайте вот это все переслушать теперь. Ну что, давайте переслушаем этот кусочек. There were two regal sisters who ruled together and created harmony for all the land. To do this, the eldest used her unicorn powers to raise the sun at dawn. To do this, the eldest used her unicorn powers to raise the sun at dawn. Чтобы сделать это. Напоминаю, to часто может встречаться в смысле чтобы, чтобы что-то сделать. Чтобы сделать это, поддерживать гармонию. To create harmony. The eldest, старшая, использовала ее unicorn powers, единорожьей силы, ну то есть силу единорога, да, какие-то волшебные создания все-таки. Чтобы, опять, да, to raise the sun at dawn. Чтобы поднимать солнце на рассвете. Ну, чтобы солнце вставало на рассвете. То есть она своими силами заставляла его вставать. Ну, то есть это некие такие божества у нас получаются. Давайте запишем dawn, рассвет, да. И заметьте, что мы говорим на рассвете. At dawn. Как at night. В общем, старшая, ну это не старшая, сейчас мы узнаем об этом. Ну, в общем, старшая, the eldest sister, подразумевается, поэтому здесь артикль the, потому что мы делаем из этого существительное. Старшая сестра, в общем, использовала свои силы единорога, чтобы солнце вставало на рассвете. To do this, the eldest used her unicorn powers to raise the sun at dawn. The younger brought out the moon to begin the night. The younger brought out the moon to begin the night. Вот это the younger у нас, то есть младшая. Сестра, опять подразумевается, там была the eldest, the younger. Моложе, буквально, да, но здесь артикль the меняет все это на младшая. Младшая сестра выносила, как бы получается, буквально, выносила луну, чтобы начать ночь. То есть старшая у нас поднимала солнце, а младшая луну. Такие антиподы, инь и янь. To do this, the eldest used her unicorn powers to raise the sun at dawn. The younger brought out the moon to begin the night. Thus, the two sisters maintained balance for their kingdom and their subjects, all the different types of ponies. Thus, the two sisters maintained balance for their kingdom and their subjects, all the different types of ponies. Кстати, слово pony, заметьте, pony. Thus, интересное слово, кстати, встречается довольно часто. Давайте его запишем. Thus, таким образом, следовательно. Мы можем использовать его, например, в начале предложения, как здесь, да, и таким образом. Ну, следовательно, здесь не очень подходит, но. И таким образом, две сестры, заметьте, тут даже с артиклем, чтобы подчеркнуть, что эти самые две сестры, обе сестры, две сестры поддерживали баланс. To maintain, поддерживать. Давайте сейчас мы его тоже запишем. To maintain, поддерживать, сохранять что-то. Баланс. Вот я вам даже картинку, похоже, нашла. Таким образом, две сестры поддерживали баланс для их королевства. Kingdom, королевства. И их субъектов. Ну, то есть, имеется в виду их, как мы говорим на королевском языке, подданных. Вот. Ну, это слово просто такое юридически, ну, более формальное, короче говоря, да, их субъект, субъект их правления, скажем так. В общем, кто эти субъекты были? Все разные типы пони. То есть, у них все там пони живут. Пони мир. Таким образом, две сестры поддерживали баланс для их королевства и своих подданных разных типов пони. Да, заметьте, у нас пони являются неисчисляемым. Ну, или точнее, оно не изменяется, да. Мы его можем исчислять. Две пони, три пони. Слово само не меняется. А у них меняется pony, ponies. Все по правилам. И давайте переслушаем весь этот отрывок. Так, теперь смотрим второй отрывок. Итак, вот такие у нас пошли. Страшные моменты. Давайте смотреть на этот отрывок. Но с тем, как проходило время, то есть, пока время двигалось, буквально, то есть, по прошествии времени мы бы сказали, да. Но по прошествии времени, the younger sister, заметьте, кстати, они здесь добавляют слово sister, ну, думаю, что для разнообразия. Хотя могли бы просто сказать так же, the younger, как было в предыдущих предложениях. Младшая сестра стала resentful. Хороший слово, давайте его запишем. Сначала послушаем. Итак, resentful. Когда мы ощущаем чувство злобы, потому что нас заставили принимать кого-то или что-то, что нам не нравится. Как бы мы это объяснили на русском? Ну, можно сказать, обиженный, возмущенный, недовольный. То есть, когда мы что-то не хотим принимать, но мы, как бы, вроде бы должны с этим мириться. Вот тут сложно это объяснить. Возможно, вы мне подскажете в комментариях, какое слово нас могло бы заменить. Например, обиженный, потому что обиженный такое. Ну, в принципе, можно, но, мне кажется, не самое точное. Я знаю, у нас есть знатоки русского языка, и порой очень хорошие примеры предлагайте в комментариях, поэтому жду. Но смысл вы поняли, да, что со временем, как это обычно бывает в сказках, кто-то должен дать слабину. Наша младшая сестра стала такой вот, ну, обиженной, недовольной и, в общем, не очень, наверное, доверчивой. Потому что чувствовала, что ее, наверное, как-то ущемляют. Так и было, слушаем дальше. Ого, какое длинное предложение. Давайте его разбирать. И сколько незнакомых слов, наверное, здесь. Наши те самые пони, те самые пони, которые живут в этой the land, поэтому артикль the. The ponies relished and played in the days her elder sister brought forth, but shunned and slept through her beautiful night. Пони, слово relish. Сразу его записываем. Прекрасное слово. To relish. Запишем это слово. Получать удовольствие, наслаждаться, да. О, ужасное. Прям качество картинки просто хуже некуда, но тем не менее, вы можете понять, да. Это смысл. То есть пони наслаждались, развлекались, в общем, кайфовали. Пони наслаждались и играли в дни, которые, подразумевается, которые. Ее старшая сестра, elder, старший, ее старшая сестра brought forth. Brought – это прошедшее от bring, то есть это получается у нас bring forth, приносить вперед. Ну, на самом деле, это сочетание означает, что ее старшая сестра привнесла, да, привнесла эти дни, которые она дарила им, скажем так, да. То есть пони им радовались и играли, but shunned and slept through her beautiful night. Но shunned – очень странное слово. Кстати, правильный глагол, и означает он, to shun – избегать, остерегаться чего-то. То есть вот когда мы прямо как-то не хотим во что-то вмешиваться или участвовать в чем-то. Но избегали, как бы сторонились, не хотели, в общем, это все прекрасное делать и спали через буквально ее красивую, прекрасную ночь. Ну, то есть они не очень вдохновлены были ночным временем и просто спали в это время, да. То есть они просто вот так вот себя вели, неподобающим образом. Даже не наслаждались ее прекрасным творением. The ponies relished and played in the days her elder sister brought forth, but shunned and slept through her beautiful night. The ponies relished and played in the day her elder sister brought forth, but shunned and slept through her beautiful night. One fateful day, the younger unicorn refused to lower the moon to make way for the dawn. В один судьбоносный день, fate, судьба, faithful, полной судьбы, то есть судьбоносный. Такая высокопарная лексика сегодня, такая очень красивая, поэтому запишем. Faithful, роковой, да, еще можно сказать, роковой судьбоносный. Вот такая очень интересная, но странная картинка. В общем, такой вот судьбоносный. Как в хорошем, так и в плохом смысле может быть, то есть это просто вот связанность с судьбой. Никуда было не деться. В один судьбоносный день младший единорог, ну то есть вот это младшая единорог получается, отказалась снижать луну буквально, да, low, низкий lower. Снизить, ну опустить, да, в этом смысле. Опустить луну, чтобы, опять to в смысле чтобы, чтобы make way, сделать путь, ну то есть дать дорогу for the dawn, рассвету. То есть она отказалась заканчивать ночь, вот так вот. Старшая сестра пыталась урезонить ее, да, кстати, тут легко запомнить, потому что слово reason, да, перекликается. Но тут заметьте, предлог to reason with someone. Запишем, давайте запишем это. Урезонивать кого-то, убеждать кого-то, то есть пытаться успокоить часто, да, ну у меня картинка какая-то такая, не знаю, что там, на что она его урезонивает, подписать завещание, видимо. Но смысл в том, что это мы человека пытаемся вразумить. Вот, давайте запишем такой вариант. Вразумить кого-то, да, вразумить, ставить на путь истинный. В общем, старшая сестра пыталась вразумить ее, да, нашу the younger unicorn. Но горечь, bitter, горький, bitterness, горечь такая вот, обида тоже можно сказать. Но обида в сердце чьем молодой, one заменяет здесь unicorn, sister, что угодно, имеется в виду замены какого-то существительного, которое у нас уже было. У нас было и sister, и unicorn, ну, unicorn, скорее всего. То есть обида, но обида в сердце молодой, нашей, той, которая молодая, трансформировала ее в a wicked mare of darkness. Здесь запишем сразу два слова. Wicked, злой, порочный, безнравственный, вот такое примерно. По-моему, у нас было в каком-то мультике это слово. Такую злую, зловещую, злобную кобылу. Mare, это кобыла, это то есть самка лошади. Кобыла, в зловещую кобылу тьмы. Так вот, звучит, конечно, звучит реально зловеще. И ее теперь звали, после этого преобразования, nightmare moon. Nightmare, кошмар, moon, луна. Ну, такая кошмарная луна, луна наводящая ужас, что-то такое, да, то есть. Я не помню, как ее в локализации перевели, но, в общем, все не очень хорошо, да, если слово nightmare у нас в имени. Ее поглотила темная сторона луны. Она грозилась, что мир погрязнет в вечной темноте и мраке. В общем, она стала злой, да. But the bitterness in the young ones heart had transformed her into a wicked mare of darkness, nightmare moon. Ну, и в скобочках здесь просто описывается звук, peel of thunder, такой раскат грома. Да, и, конечно, самое главное, забыла, что мы записываем слово mare, кобыла, лошадь. Слово, которое вам довольно часто может встретиться, женского пола mare. Так, а нам нужно переслушать этот отрывок. But as time went on, the younger sister became resentful. The ponies relished and played in the day her elder sister brought forth, but shunned and slept through her beautiful night. One fateful day, the younger unicorn refused to lower the moon to make way for the dawn. The elder sister tried to reason with her. But the bitterness in the young ones heart had transformed her into a wicked mare of darkness, nightmare moon. Вот так вот, ба-ба-ба-бам. Так, а теперь мы смотрим последний отрывок на сегодня. She vowed that she would shroud the land in eternal night. Reluctantly, the elder sister harnessed the most powerful magic known to poniedom, the Elements of Harmony. Using the magic of the Elements of Harmony, she defeated her younger sister and banished her permanently in the moon. The elder sister took on responsibility for both sun and moon. And harmony has been maintained in Equestria for generations since. Hmm, Elements of Harmony. I know I've heard of those before. But where? И where мы узнаем уже в следующий раз. А теперь давайте разберем этот кусочек. She vowed that she would shroud the land in eternal night. She vowed she would shroud the land in eternal night. Вау, shroud. В общем, красиво все звучит. She vowed she would shroud the land in eternal night. Она поклялась, что она покроет всю землю. Все королевство имеется в виду, да? Наше опять the land, помним. Все королевство какой-то бесконечной ночью, то есть тьмой бесконечной. И отсюда записываем два слова. To vow, клясться. Покажу вам, как еще раз произносится. Не вау, а вау. Не путайте, да? Это вот вау. Наш звук в практически вау. А, кстати, слово вау, видите, вау вот так произносится. А это вау. Вручу вот так вот сделать. Это разные звуки. В общем, это у нас вау. Клятва. И довольно тоже часто встречается, особенно вот это вот опять свадьбы, если matrimonial, matrimony, вот это вот все. Там будет exchange вау, обменяться клятвами. Но давайте я вам проиллюстрирую. Тебе прям сразу забиваешь и сразу предлагает. Это вот когда на свадьбе, на бракосочетании обмениваются клятвами. Вот. Private vows и так далее. В общем, слово такое, довольно используемое. To shroud. Окутывать, накрывать. Да, как особенно, когда мы покрывалом каким-то что-то накрываем, это вот это to shroud. Здесь, конечно, имеется в виду в переносном смысле, да, ну, что ночью можно сделать, накрыть в переносном смысле. Мы тоже так это используем. So, she vowed, звук, да, the vowed, she vowed, she would shroud, прям стишок. She vowed she would shroud the land in eternal night. Да, она еще раз. Она поклялась, что она накроет это королевство, эту землю вечной ночью. Ну, как обычно, злодеи делают. Не так она сказала. Очень пафосно. Вот, reluctantly. Слово непростое, произносится, может быть, не очень легко, но мы с вами сейчас запишем reluctant, потому что ly всего лишь превращает прилагательное в наречие, поэтому здесь достаточно запомнить прилагательное, да, к нему наречие вы всегда образуете. Поэтому давайте запишем reluctant, reluctant, неохотный, вынужденный, такой не особо торопящийся что-то сделать, то есть неохотный, да, и если мы говорим reluctantly, соответственно, получается неохотно. Как неохотно? Неохотно, то есть с неохотой, да, не очень она хотела этого делать. Старшая сестра. Harnessed the most powerful magic known to Ponydome. Давайте посмотрим, что за интересное слово harness. Тоже связанное с лошадьми, кстати. Harness. Послушаем. Классно объяснить слово harness через слово harness. По-моему, отличный выбор, Кембридж. Но давайте провернем немножко повыше, и мы увидим, что здесь есть на самом деле определение harness, как существительного. Это упряжь, да, то, что мы бы сказали. Итак, если мы забьем harness, не забивайте просто harness, забейте harness horse, прошу вас. В общем, если мы так забьем, мы увидим, да, упряжь. Вот они все эти, ремни и прочее, что помогает лошадь привязать к какой-то повозке, да, или чтобы на ней мог ехать всадник. Собственно, если мы проводим аналогию, то получается, если мы берем упряжь, превращаем ее в глагол, то это должно получиться запрягать, да. Так и есть, это можно сказать запрягать, обуздать, укрощать, в таком немного уже переносном смысле, потому что мы, когда одели лошадь в збру и прочие дела, она как бы нам уже подконтрольно. Поэтому можно сказать обуздать. И получается, что старшая сестра неохотно, reluctantly, неохотно обуздала самую могущественную, самую мощную магию, известную королевству пони. То есть, она ее подчинила себе, да, что-то такое получается. Потому что она, видимо, unicorn, лошадь, у них все с лошадиными словами связано, не знаю, ли бы так совпало. И эта магия называлась the elements of harmony, элементы гармонии. Вот так они выглядят. Забавная штука, pony-dome, да, у нас есть слово kingdom. Dome это суффикс, который образовывает существительное, например, у нас есть слово kingdom, есть слово freedom и так далее. Здесь они явно обыгрывают слово kingdom, kingdom, то есть такое царство, от слова царь, король, королевство, а здесь понелевство. Пониляндия, короче, какая-то у них получается. То есть, они заменяют просто слово king на слово pony. Такой интересный факт. В общем, пониляндия у них тут. Хорошая со многими понями. Понями, господи. Все. Сегодня я просто очень долго записываю это видео, потому что у меня все виснет, и уже у меня в голове там пониляндии полные. В общем, с неохотой старшая сестра обуздала самую могущественную магию, известную королевству пони, элементы гармонии. Она превратила ее в невероятную мать с твердой, вновь-мать-мать-мать. Она ввела, что она бы обрабатывала землю в вечерненную ночь. Возвращенность с детьми сестра повернула самую мощную магию, знаменитую пони-детьми элементы гармонии. В использовании магии элементов гармонии она уничтожила ее молодую сестру и используя магию элементов гармонии, то есть суперсилы, она победила ее младшую сестру. Заметьте, в английском они постоянно добавляют her, his, там, где мы этого обычно не добавляем. Ну, то есть, понятно, что она победила свою младшую сестру, а не чью-то младшую сестру. Мы бы этого не стали добавлять. Мы бы сказали, она победила младшую сестру или свою младшую сестру, можно сказать, но мы все равно не каждый раз это проговариваем. В английском это чаще встречается. В общем, используя магию элементов гармонии, она победила младшую сестру и изгнала на постоянной основе, то есть, навсегда. Перманент перманентный макияж, например, или что-то перманентное. Соответственно, постоянно, ну, то есть, навсегда. Навсегда изгнала ее на луну. Ну, в луну тут на самом деле. Интересно, потому что in, я думаю, здесь как раз-таки показывает нам на смысл того, что происходит, то есть, она ее там заточила как бы в этой луне внутри нее, мне так кажется. Ну, это мы, думаю, может быть, и узнаем чуть позже, но нам нужно записать слово banish, изгонять, прогонять. Крайне странная картинка мне попалась, ну, 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 как есть, что-то здесь явно прослеживается, мне кажется, религиозное, но, в общем, вот, суть в том, что вот кого изгоняют, banish, да? старшая сестра взяла на себя ответственность за оба светила, как бы, и за солнце, и за луну. Both, это оба, да, технически, но мы не говорим за оба солнца и луну. И за солнце, и за луну. То есть, вот мы бы здесь через и и сделали. И за солнце, и за луну. To take on the responsibility, да, брать ответственность, ответственность на себя. В общем, она решила взять на себя ответственность за все. The elder sister took on responsibility for both sun and moon. And harmony has been maintained in equestria for generations since. И гармония поддерживалась, да, опять наше слово maintain, поддерживалась в эквестрии поколениями после. Ну, то есть, в течение поколений после этого события. Twilight это имя нашей пони, которая сейчас будет сумерки. Кто знает эту книгу, эти фильмы, вот это Twilight. Они, там, по-моему, как-то сумеречная звездочка, искорка, как-то так ее переводят. И я не знаю, я, честно говоря, сама первый раз смотрю на английском пони. Поэтому Twilight это технически сумрак, сумерки. В общем, но это я просто к тому, что это у нас новый персонаж. В общем, она взяла на себя ответственность за все и гармония восторжествовала. Элементы гармонии. Я знаю, что слышала о таких, ну, о них, да, мы бы сказали, о них раньше. Но где? Где? Я надеюсь, нам попозже расскажут. А сейчас давайте посмотрим этот эпизод, этот кусочек, пересмотрим его. Она умерла, что она бы прожарить землю в вечерненькую ночь. Возвращенность, милая сестра поверила самая мощная магия, знаменитая против них. Элементы гармонии. В используя магию элементов гармонии, она умерла ее милая сестра и умерла постоянно в небе. Милая сестра на сегодня все с нашими отрывками, давайте смотреть слова. Давным-давно. Я вам говорила, что это можно использовать как когда мы начинаем какие-то легенды, рассказывать сказки, так и когда мы говорим о чем-то простом, бытовом. Давайте посмотрим, например. Когда-то давным-давно, you здесь как такое обезличенное, скажем так. Давным-давно вы могли оставлять вашу переднюю дверь не запертой. Ну, то есть давным-давно мы не оставляли двери не запертыми, да, что-то такое вот. Когда мы говорим мы, вы, имея в виду всех вместе. And yeah, maybe, once upon a time. Очень-очень давно. Regal, королевский, царский. Like this. I do not believe that there is any princess in our history who excelled her in those regal gifts. Я не верю, что есть хоть какая-то принцесса в нашей истории, которая превзошла бы ее в тех королевских, царских дарах. Ну, царские дары выглядят как-то так. Regal gifts. Dawn, рассвет. Собственно, у нас про это и шла речь все это время. At dawn, напоминаю, на рассвете. И пример. Winter brings late dawns and early sunsets. Зима приносит поздние рассветы и ранний закат. Да, sunset, противоположность dawn. Ну, и вот какой-то красивый пейзаж зимний, наверное, зимний рассвет. Thus. Таким образом, следовательно, когда мы продолжаем какую-то мысль, потрясающая картинка, конечно, выдалась мне. Ну, то есть, you cut an onion, thus you will cry. Ну, что-то такое получается. Причинно-следственная связь, короче говоря. It's late and thus we must go. Уже поздно и поэтому, следовательно, нам нужно идти. Так, uh-oh, time to go. To maintain. Поддерживать, сохранять. Да, у нас там было to maintain the balance. Harmony. He has struggled to maintain a constant weight. Он испытывал трудности с тем, чтобы поддерживать постоянный вес. Там, то худел, то толстел и вот так вот радостно. О, штаны теперь велики, что неплохо, наверное. Resentful. Обиженный, возмущенный, но помните, что это скорее такой недовольный и злой на ситуацию, когда приходится на что-то соглашаться, что тебе не нравится. Я даже не знаю, как вот это вот описать. Вот так вот это примерно выглядит, но как это называется в русском, я, честно говоря, слова не могу подобрать, поэтому буду рада вашим вариантам. She gave me a resentful glare. Она подарила мне такой вот немножко обиженный, презрительный, недовольный взгляд. Like this resentful glare. To relish. Получать удовольствие, наслаждаться. I don't relish the idea. Да, мне что-то не нравится эта идея. Идея. Мне не нравится эта идея. No, no, no. Ну, видите, можно в более таком бытовом смысле, то есть не обязательно наслаждаться там жизнью. Просто как enjoy, да. Enjoy или like. Кстати, такой красивый синоним. To shun. Избегать, остерегаться. Ну, они, наверное, избегают его, или он их, не знаю. Она избегает публичности с тех пор, как она, ну, отошла от актерства, да, от актерской карьеры, то есть она ушла в отставку, скажем так, да, и она так прячется. Shun, правильный глагол, напоминаю вам. Необычный, но правильный. Такой необычно выглядящий. Fateful. Роковой судьбоносный. Fateful. His life changed on that fateful November evening. Его жизнь изменилась в тот роковой ноябрьский вечер. Не знаю, наябрьский лето-вечер, но красивая картиночка для привлечения внимания. To reason with someone. Урезонивать кого-то, убеждать кого-то, вразумить кого-то, да, не забудьте про предлог, который здесь есть, да, например, вот она его в чем-то там убеждает, что-то подписать. Ну, чаще reason with someone используется, когда мы кого-то пытаемся успокоить и немножко привести в чувство и сказать, не надо, не надо так делать. I tried to reason with her, but she wouldn't listen. Я пытался вразумить ее, но она никак не слушала, она не стала меня слушать. Ну, что ж ты? Он как-то мужчине говорит, ну, ладно, представьте, что он говорит ей. Очень долго искала картинку, что-то ничего не нашла. So, he's trying to reason with her. Wicked. Злой, порочный, безнравственный, такой прямо, ух, плохой, как ведьмы. She played the part of the wicked stepmother in the play. Она играла роль такой злой мачехи в пьесе-постановке, да, это у нас из Золушки, кстати. Some musical, maybe. В общем, так вот, Wicked и про stepmothers тоже бывает в сказках говорят. Mayor. Кобыла, лошадь, то есть, женского пола лошадь. He was riding a large grey mare. Он ехал на большой серой кобыле. Ну, наездника не нашла, возможно, это кобыла, а возможно и нет. Я даже, я даже не стала задумываться, честно скажу, серую кобылу так быстро я не смогла найти. Что нашла? To vow. Клясться. Да, давать клятву, можно еще сказать. The monks take a vow of silence. Монахи дают клятву. Молчание, да, обед молчания. Да, vow, можно еще и обед сказать. Давайте обед запишем еще сюда. Не обед, а обед. To shroud. Окутывать, накрывать, как именно покрывалом, вот что-то подобное. И в переносном смысле тоже может использоваться, как у нас было. Пример. Hutch was shrouded under a dark blanket. Hutch был накрыт под темным покрывалом, одеялком. Ну, то есть, он был укрыт этим одеялком. Ну, я решила, что Hutch будет моя собачка. Reluctant. Неохотный, вынужденный. She's reluctant. Ну, то есть, когда мы что-то прям не хотим делать. Some people are reluctant to reveal their ages. Некоторые люди неохотно раскрывают их возраст. Ages в смысле возраста, как бы получается. То есть, некоторые неохотно говорят о своем возрасте. Это правда. To harness. Обуздать, укрощать, запрягать. Помните, что как существительное, harness, это и есть вот эта вся система, ну, упряжь, наверное, да, система привязывания лошадей. Но мы можем использовать это слово и в переносном смысле. The company is harnessing technology to provide better service to its customers. Компания, ну, как бы обуздывает, говорят так вообще, обуздывает технологию, чтобы предоставить лучший сервис своим клиентам. Ну, то есть, она ее осваивает, еще можно сказать, да, осваивает технологию, пытается ее поставить на поток, и, в общем, ну, вы поняли. Сделать максимально эффективной и реализуемой. To banish. Изгонять, прогонять. Он был изгнан на маленький остров на 10 лет. Не знаю, кто эти люди, кто эти герои, но, в общем, они кого-то изгоняют. Да, обычно это выглядит вот так вот, показывают на дверь, и пока-пока. You're banished. Так, ну, вот и все. Напоминаю, что под любым видео вы открываете вот здесь описание, видите все ссылки тут, нажимаете, и тут, именно тут вы видите эти карточки, которые я вам здесь показываю. Это специальный инструмент для заучивания слов. Называется Quizlet, и вот здесь вот вы найдете уже готовые вот эти самые карточки, которые вам остается только учить, поэтому скачивайте и пользуйтесь. А мы тем временем должны пересмотреть наш отрывок. Напоминаю, что при последнем прослушивании мы смотрим без субтитров, так что вспоминайте, может быть, непросто, но давайте постараемся. Итак, смотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок, 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это мы узнаем уже в следующий раз, я думаю Или, может быть, через раз Или через два раза Но, тем не менее, на этом все Ну вот и все на сегодня Помните, что в описании к этому видео Вы найдете не только ссылки на карточки Но и ссылки на другие каналы В формате вот это С другими языками, которые вы можете учить Параллельно с английским Так что заходите, подписывайтесь, смотрите другие видео С вами была Ольга Надеюсь, вам понравилось Встретимся на том же месте В то же время в следующий четверг Пока-пока